Не очень веселая новость, Егор Лебедок, замечательный человек, потрясающий аналитик, очень умный человек, и я всегда с огромным удовольствием смотрел его интервью, его пояснения, которые, кстати, были очень нейтральными, очень взвешенными, никогда не превращались в какую-либо пропаганду. Значит, вот Егору Лебедку дали 5 лет, и за что дали? 5 лет, подчеркиваю, с ума сойти, 5 лет колонии за интервью, то есть за то, что он дал интервью. В Минском областном суде сегодня вынесли присуд по лизняволенному Егору Лебедку, поводили части 1 и части 2, артикула 361.4, садейничыня экстремистской деяйности. Судья Алена Мисник призначила ведомому войсковому эксперту 5 годов по избавлению воли у колонии во умовах узмоцненного режима. Узмоцненного режима. И как объяснили, что в мае 2022 года в целях обеспечения деятельности публичного, деструктивного канала, информационную продукцию, которого суд признал экстремистскими материалами, он дал интервью представнику этого канала на тему проведения вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины и роли в этой операции Беларуси. Вот за это 5 лет. То есть, оказывается, у него была цель обеспечения деятельности публичного, деструктивного канала. Вот это вот поразительно. То есть, не информирование граждан, на которые каждый имеет право согласно Конституции. Я имею право, ну, как бы, получать информацию и распространять информацию. Нет, оказывается, он это делал в целях обеспечения, значит, деятельности какого-то канала. Без него бы этот канал не жил, не существовал. Поразительно. Но я так понимаю, что речь идет об интервью то ли Еврорадио, то ли Белсад, кому-то вот из официальных абсолютно средств массовой информации, зарегистрированных в Польше. Белсад вообще часть польского национального телевидения, да. То есть, ну, как это государство Польши, считайте. Поразительно. Продолжение следует...